Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. В зале с уникальной люстрой, это эксклюзив от белорусских умельцев, обычно звучат самые эксклюзивные посылы нашего президента. Здесь глава государства дает пресс-конференции, чаще всего в прямом эфире, проходят большие открытые диалоги. Сегодня не исключение, эксклюзива много. Но вот большинство участников встречи не журналисты, снимать их нельзя. Эти кадры органов госбезопасности всегда за кадром. Но именно в этом и суть их работы. Она не видна, значит, на высоте. Именно вы знаете глубину и изнанку всех средств и методов воздействия, направленных на нас. Таких, как инспирирование государственного переворота, организация террористических актов, акции по устрашению населения, проведение агрессивной информационной войны, попытки разрушить экономику. Словом, гибридная война. Именно такие войны в современную эпоху будут во всех точках нашей планеты, если будут. И, конечно, итог или, конечно, точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия. Пока мы до этого не дошли. Дай Бог. И вы, как никто, понимаете остроту ситуации. В 2021 году органами госбезопасности Республики Беларусь во взаимодействии с иными государственными структурами предотвращено 11 попыток совершения терактов, организованных и профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии. Планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов, на предприятиях Гродно-Азот, Гомсельмаш, Нафтан, БМЗ. Для корректировки западной санкционной политики через сеть информаторов осуществлялся и до сих пор осуществляется сбор закрытых данных о механизмах противодействия экономическим ограничениям. Теракты, диверсии, акты устрашения эффектно выглядят в блокбастерах Голливудского разлива. В реальности хочется мирной картинки, как сейчас. Глава государства открыл некоторые моменты за кулисье спокойного референдума. Мы провели его без происшествий. Но посмотрите, какие надежды связывались с этим событием наши беглые. Разработанный истремистской организацией так называемый План Перамо предусматривал организацию серии терактов на территории страны, что послужило бы поводом для социального взрыва. Кое-кто за рубежом не скрывал, что таковым могла бы послужить провокация с гибелью людей, но это для них вообще был бы подарок, священнослужителей или иной сакральной жертвой. От этих идей они не отказываются и сегодня. К счастью, мы держим ситуацию под контролем. Исполнителям названных мною планов пора признать, что свой последний шанс реабилитировать себя перед спонсорами они потеряли в день референдума. Это у них был час пик. Получится, выведут на улицу народ. Перевернут страну, деньги дадут. Не получится, денег не будет. Поэтому сегодня на голодном пайке рыщут по всей планете, от Соединенных Штатов Америки до Японии, чтобы найти деньги. Не получилось. Начали под разные программы, в данном случае на войну в Украине. Слушайте, нет войны, нет войны, кричат везде. Вы это слышите больше, чем кто-либо. А формируют батальоны из обезумевших белорусских граждан. А под это просят деньги. Но ясно, что если даже деньги диаспора или кто-то за рубежом соберет и направит им, то 99% этих денег осядет у них в карманах, как это было до сих пор. Наконец-то Запад начал это понимать. И деньгами не разбрасываются. Может потому, что уже у самих не так много их. План Перамога, супротив, рабочий рух. Это не сказки пропаганды. Все эти акции должны были искалечить нашу действительность. Заказчики известны, исполнители задержаны. На сегодняшний день беглые, которые по сути дела являются пешками, они ничего не решают. Решают только спецслужбы, решают Запад. Запад на сегодняшний день будет готовить новые удары по Беларуси, по России и по их союзникам. Борьба спецслужб не всегда заканчивается активными мероприятиями. Вот так эффектно. Со взрывами и задержаниями. Учитывая господство цифры, время реальных баталий в виртуальной реальности. Мы точно знаем, что наши противники иностранных спецслужб, политикообразующие круги, знают, кто это осуществляет, какими способами, исполнители. И, к сожалению, мы видим, что меры, несмотря на наличие международного законодательства, абсолютно не принимаются. Хотя мы, наверное, все помним, к примеру, высказывание отдельных руководителей США о том, что кибератака с территории какого-то государства на США будут расцениваться как боевые действия, как объявления войны. Беларусь подверглась кибербомбардировкам с большей интенсивностью, чем в 99-м Югославии авианалетом. Хотел бы из этой череды выделить отдельно те попытки кибератак, которые предпринимались против нас. Это сродни биологическому оружию и еще даже машине. Не надо ни танки, ни пулеметы, ни ракеты высокоточные. Ничего не надо. Достаточно совершить массированные кибератаки на экономические объекты, субъекты любой страны. И этого будет достаточно, чтобы перевернуть страну. И фейковая ложь беглых, и призывы цепной оппозиции западных разведок и санкции сейчас направлены на открытую диверсию против нашей экономики. Заказчикам госпереворота в Беларуси жалко своих миллиардных выливаний и обидно за нереализованные геополитические амбиции. Поэтому и будут продолжать накачивать народное недовольство. В этих же условиях сейчас и Россия. Санкции выдержим, как считаете? Но чем сложнее испытание, тем крепче союзное рукопожатие. То, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия. Поэтому мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, примерно, как в Российской Федерации. То, что мы всегда требовали от России. Мы имели этот огромный рынок, мы будем иметь. И там будет востребовано все, что мы производим. И легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия, все, что мы производим на этом огромном рынке в России и Китае нужно будет. Вчера правительства наших стран договорились об особо благоприятном режиме для наших предприятий. Реструктуризации кредитной нагрузки, ожидается более оптимальная цена на нефть и финансирование программ импортозамещения. Те сложности, с которыми столкнулась и белорусская экономика, и мировая экономика, тот кризис, те шоки экономические, одновременно, это шанс, которым, я уверен, мы воспользуемся, для того, чтобы наконец создать собственный, самодостаточный центр экономического развития. Я сейчас веду речь о, прежде всего, Евразийском экономическом союзе, чтобы наконец-то отвязаться от доллара, от евро, от любой другой валюты. И теперь вести действительно речь уже о самодостаточном экономическом пространстве. И совсем прорывное решение. Страны отказываются от расчета в долларах за энергоресурсы. Наконец-то. Так что хватит стянать у обменников. Поэтому нашим людям не надо позориться, позорить страну и бегать по зауголью, по закоулкам, где бы это выменить доллар на рубль. Ну, выменили, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать, потому что никому не нужен будет завтра. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Скорее, наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать. Кстати, пока некоторые страны закрывают свои рынки от наших товаров, их жители все равно голосуют рублем за белорусскую продукцию. В наши приграничные магазины настоящее паломничество покупателей из Евросоюза. Посмотрите, кто бы мог подумать. Мы все время, ваши жены, некоторых, куда ездили? Тряпки покупателей, еще что-то. В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты, питание дешевле, еще чего-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту. Что сегодня происходит? Сегодня граница была закрыта. Боялись ковида с Беларуси. Но дело же не в ковиде, вы же понимаете. Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, о ковиде. Открыли границу и просят хотя бы немного муки, гречки и соли. Война века сего, война за умы. Сейчас в обществе ходит море фейков про белорусских военных в Украине. Президент еще раз по полочкам разложил, почему нас там нет и почему это невыгодно. Мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине. Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости. Но подумайте, что мы можем там России добавить. Что? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть. И даже лучше. Поэтому нам там делать нечего, и нас туда не зовут. Но мы принимаем участие в этой операции. Я уже сколько раз говорил. И наша задача – это очень важно в любом бою, не только в войне – предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда. Это будет сродни предательства. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно, как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге. Все, все точки расставлены, но скорее многоточие. Нас нет в Украине, зато Украины слишком много в нашей информационной повестке. Организация мирных переговоров, прием беженцев. В ответ на это попытки втянуть нас в конфликт. По Беларуси был нанесен удар точкой У. Такой же удар, что недавно по центру Донецка. Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси, удар по нашей территории ракетой точка У, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк, то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит. Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим. Это в открытую, а впереди нас ждут удары в спину. Идет противостояние. Речь идет о будущем. Западные партнеры уже сейчас готовят на своих базах агентов влияния, так называемых спящих. Но мы-то бодрствуем. Управляемая из Вильнюса, Варшавы, Киева, а реально из Вашингтона. Пятая колонна это, повторю, уже другие люди. Они обучаются под эгидой спецслужб США, стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации. Обучаются на территории отдельных сопредельных государств по аналогии с Абвер-школами периода Великой Отечественной войны. Опыт пригодился им. Уже сегодня планируется внедрение подготовленной там так называемой новой элиты в различные сферы нашего общества. В государственный аппарат, прежде всего, силовые структуры, общественные организации, средства массовой информации. Ставятся задачи ползучей трансформации белорусского государства в интересах Запада, распродажи наиболее ценных экономических активов, изменения политического курса страны. Очевидно, что конечная цель Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира. Событие, которое происходит вокруг Украины, является прямым тому доказательством. Стратегия понятна, мы ее не скрываем, быть суверенным и безопасным государством. А вот тактические планы уже за кадром. Мы лишь косвенно поймем, все в порядке, по мирной реальности. Наши люди в безопасности, есть, конечно, проблемные аспекты, связанные с украинскими событиями, есть конкретное поручение главы государства и жесткое требование к комитету госбезопасности по изставиванию не только наших национальных интересов, но и интересов простых граждан. Я думаю, что в ближайшее время мы что-то из этого направления сможем нашей общественности довести по поручению главы государства. Такие задачи мы в настоящее время выполняем. О их ходе и результатах я пока говорить по понятным причинам не могу. Сегодня же наши чекисты были удостойны заслуженных государственных наград. Есть известная белорусская композиция «Васильковое небо». В Беларуси васильковый цвет на погонах сотрудников госбезопасности, а небо у нас действительно васильковое, в том числе благодаря людям, которые всегда за кадром. Евгений Пустовой, Елена Мельницкая, Александр Бутрим, СТВ. Продолжение следует...